После поражения августовского путча в политической системе в СССР произошли необратимые изменения. Центр политической власти резко сместился от бывшего союзного центра в пользу руководства России. С учетом того, что в путче приняло участие практически все руководство союзных органов власти, то простое восстановление статус-кво в Москве после его провала стало невозможным. Остранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это остранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Союзные органы власти уже не могли управлять ситуацией на территории собственно России, в том числе собирать налоги и распределять ресурсы, а без этого их влияние на остальные советские республики оказалось минимальным. Безусловно, многие национальные республики стремились к суверенитету, к возможности самостоятельно определять свою судьбу. У них было на это право. Оно было зафиксировано в Конституции в пункте о праве на самоопределение, вплоть до выхода из состава СССР. К примеру, 20-21 августа 1991 года практически в ходе неудачного путча свою независимость провозгласили три прибалтийские республики — Латвия, Литва и Эстония. Но реализовать это право было сложно, и для этого требовалось совпадение многих условий. Одним из них стало стремление российской элиты отказаться от СССР и реализовать свое право на отделение от этого государства. Можно представить, в каком сложном положении в этой крайне непростой ситуации находился Казахстан и его президент Нурсултан Назарбаев. Августовский путь поставил точку в истории Ново-Огаревского процесса. С этим уже не был согласен президент России Борис Ельцин. Можно вспомнить, какой сложной была обстановка по всему СССР осенью 1991 года. Везде полыхали конфликты. Например, 30 августа Азербайджан провозгласил свою независимость. 2 сентября армянским населением Нагорного Карабаха была провозглашена республика. В итоге враждующие стороны шли к полномасштабной войне. В этой ситуации была предпринята попытка урегулировать конфликт, найти основания для компромисса. Неудивительно, что эту попытку предприняли наиболее авторитетные на тот момент политики на территории СССР. Это были Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин. Вместе они сформировали совместную российско-казахстанскую миротворческую миссию. В своемении Стаса Азербайджан Арбайджан Борис Ельцин Возвращение Возвращение На территории СССР были и другие конфликтные ситуации. 25 сентября 1991 года в ходе развития конфликта между Молдавией и Приднестровьем произошел вооруженный конфликт в городе Дубасары. Многие публицисты и политики тогда считали, что у Казахстана слишком много проблем, и их, несомненно, удивлял тот факт, что на фоне многих конфликтов по всему пространству СССР Казахстан в самые сложные 1990-1991 годы отличался своей стабильностью. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные президентские выборы. Нурсултан Абишевич Назарбаев, набрав 98% голосов, был избран первым президентом независимого государства. Я действительно клянусь верно служить народу нашей многонациональной республики, строго следовать Конституции Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще встретились руководители Белоруссии, России и Украины. После недолгой дискуссии они приняли решение, которое фактически завершило историю СССР. Естественно, что Беловежские соглашения трех славянских республик, хотя и поставили точку в существовании СССР, однако не решили множество вопросов того, как обеспечить этот непростой процесс и, самое главное, как должны взаимодействовать новые независимые государства. 13 декабря по инициативе президента Казахстана в Ашхабаде собрались руководители тех республик, которые не были приглашены в Беловежскую пущу. Здесь они выработали согласованную позицию по произошедшим событиям. 16 декабря 1991 года в Казахстане объявили о независимости. Это было важнейшее по своему значению событие, которое начинало новую эпоху. Это стал переломный момент уже для новой истории независимого Казахстана, где во главе с новоиспеченным амбициозным президентом страна стала на самостоятельный демократический путь развития. 16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил свою независимость. Президент страны Султан Назарбаев подписал конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан. Чуть раньше свою позицию глава государства поставил под законом об изменении наименования КАССР. Сразу же после принятия Конституции независимого Казахстана это событие было признано рядом государств, таких как Турция, США, Россия, и до конца знаменательного года нашу независимость признали множество других стран. Казахстан приняли как полноценного члена мирового сообщества. Первый президент молодой страны Нурсултан Абишевич Назарбаев сразу же смог наладить взаимовыгодные экономические отношения с государствами ближнего и дальнего зарубежья и привлечь международных инвесторов для создания прочного экономического фундамента. Но что очень важно, окончательную точку в истории СССР и организационное оформление его распада поставили в Алмате 21 декабря 1991 года. Здесь была принята Алматинская декларация и сразу восемь государств вступили в СНГ. Выбор места для окончательной встречи трех президентов Белоруссии, России и Украины и всех остальных президентов и лидеров бывших союзных республик СССР был явно не случайен. Это было отражением той роли, которую в это время играл Нурсултан Назарбаев в политических процессах. К независимости можно прийти по-разному. Всегда есть внешние и внутренние факторы, которые влияют на этот непростой процесс. Непростой, потому что ситуация в 1990-1991 годах была чрезвычайно сложной и весы судьбы могли качнуться в любую сторону. Президент понимал, что стояло на кону. Но можно ли было позволить себе действовать опрометчиво в этот трудный для всех период? От каждого действия зависело будущее страны, которое многими виделось мрачным в условиях распадающейся империи. Нурсултан Назарбаев вел политическую шахматную игру, в которой по большому счету заведомо не было и не могло быть особенно сильной позиции. Но он смог сыграть как настоящий гроссмейстер. Он обеспечил единство вертикали управления в Казахстане, согласие в обществе и управляемость политическими процессами. То, что все прошло настолько беспроблемно, является очевидной заслугой очень тонкой и весьма эффективной политики Нурсултана Назарбаева.